Василий Житко каждый вечер выходит с супругой на променад. Гуляет по Тухачевского. Там и людей поменьше, и воздух чище, рассказывает пенсионер. Вернувшись с очередной прогулки, обнаружил на ноге клеща. Мужчина признается, подцепить паразита в городе никак не ожидал и винит высокую траву. Смотрю, что-то у меня тут вроде как ползает. Я поднял калашину, вот эту штанину, смотрю, а там под упадиной сидит. Я уже знаю этих чертей. Ну, я ее тихонько вытащила. В санстанции догадки Василия Житко подтвердили и посоветовали быть всегда на чеку. Должна быть везде скошена трава. Потому что сколько мы проводили энтомологические исследования территории, на скошенной траве клещей не встречаются. За июнь месяц у нас уже зарегистрировано 130 обращений. Это июнь. За такой же прошлый год период, за июнь на это число, у нас было 108. Сотрудники ЖРЭУ объясняют, планы по покосу подкосила непогода. Из-за дождя и заоблачного плюса рост травы ускорился. Работа с такой труднее, страдает скорость и результат. К тому же необходимо ждать, пока зелень высохнет. Мы косим с 8 до 8, когда и до 9, когда и до 10. Приходится косить и позже, и раньше, и задерживаться. И выходные у нас, рабочие дни, и суббота, и воскресенье. Сейчас в Абруйском районе от клеща обработаны загородные лагеря и санатории, АЗС. Вскоре к ним добавится территория городского парка и пляжей. Если встречи с вредителями сбежать не удалось, медики рекомендуют обращаться в травмпункт скорой помощи или поликлинику. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.